На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Данное видео сопровождается тифлокомментарием. К сожалению, из-за объемов материала, использованного в ходе лекции, не все изображения будут описаны. Лекции сопровождаются переводом на жестовый язык, в связи с этим возможны небольшие паузы в аудиодорожке. — Сегодняшние наши герои — Крис Бёрден и Марина Абрамович, два самых знаменитых представителя жанра, именно типичного для XX века, как перформанс-арт, художники, которые абсолютно переосмыслили, чем вообще занимается художник, что такое искусство, где проходят границы между искусством и реальностью, и чем, собственно говоря, ради доказательства правомощности этого статуса художника нового они готовы пожертвовать. Потому что, конечно, это оба персонажа наиболее экстремальные. Это художники, которые своим опытом доказывали, что искусство требует жертв, и на эти жертвы шли. Но при этом художники, которые чьи-то формы, чьи-то свершения были на грани мазохистского опыта, на предельной экстремальной, но при этом, как мне кажется, делали они это из совершенно различных мотиваций и, во всяком случае, совершенно по-другому осмысляли итог своей деятельности. Две фотографии, документирующие два разных перфоманса. На цветной слева – просторный зал галереи. В нем стоит обнаженная Марина Абрамович в военных ботинках и головном уборе, пилотке, под которую убраны волосы. Ракурс съемки – снизу вверх, ее фигура кажется высокой. В вытянутых вверх руках она держит палку с привязанной к ней белой материей. Это напоминает самодельный флаг. На черно-белой фотографии справа Крис Берден распят на задней части старого популярного автомобиля Volkswagen Juke. Его руки прибиты к крыше, а ноги – к бамперу. На нем надеты только черные штаны. Сегодня наша лекция будет происходить немножко не в хронологическом порядке. Крис Берден и Марина Абрамович почти современники, почти свержники. Марина Абрамович начала чуть-чуть позднее, чем Крис Берден. Но в данном случае нам будет интереснее сначала поговорить про Марину Абрамовича. Тем более, что я думаю, это будет достаточно знакомый для вас персонаж. Я надеюсь, что многие воспользовались возможностью посмотреть ее московскую выставку в гараже. Это одно было из главных событий последних нескольких лет нашей художественной жизни. Кто видел выставку? Все-таки немного. Ну, так или иначе, мы вернемся к ее биографии сегодня, к ее истории, к ее произведениям. И действительно, интереснее посмотреть сначала более известного художника, как бы более канонического для нашей ситуации, и потом посмотреть Крису Бердену, посмотреть те работы, которые, как мне кажется, во многом были отправной точкой для многих акций и проектов Марина Абрамовича. Ну, про Марину Абрамовича, я думаю, напомню ее биографию. Художница родилась в Советской Югославии. Это постеры ее выставки, это не фотография с перформансом, это рекламная съемка, достаточно эффектная, достаточно эффектно представляющая все то, что как художница себя достаточно иронично позиционирует, что это человек мученица и жертва. Цветная фотография. Рекламный постер выставки Марина Абрамович. Стена и пол покрыты цельным куском холста, на котором она лежит в белой рубашке и черных туфлях. Ее тело занимает всю фотографию по горизонтали, а взгляд направлен на зрителя. На стене за Абрамович краской, похожей на кровь, на английском языке небрежно написано «художник должен быть прекрасным». Одежда Абрамович испачкана красной краской, рядом лежат несколько ножей, кости и куски мяса. Родилась она, как я уже сказала, в Советской Югославии, и ее аналог происходит из семьи, так называемой, партийной аристократии, семьи с большой традицией, с большой историей. Ее родители были партизанами, ее мать была директором Белградского музея искусства и революции, то есть главного городского музея того времени. Ее двоюродный дедушка был сердцем патриархом, который погиб при загадочных обстоятельствах. Марина Абрамович рассказывает по одной из ее версий, ему посыпали в пищу толченые бриллианты, чтобы его убить, такой экзотичный, но опять-таки это более-менее апокрифическая история. Он погиб в 30-е годы и погиб или был убит в 30-е годы. И потом был причислен к лику святых, то есть у нее в родне ее семьи есть настоящий сервский православный святой. И поэтому ее диалог, который возникает с христианской иконографией, с православной традицией, вообще с самой позицией мученичества, это диалог еще с собственными накорнями, с собственной семьей, по крайней мере, с собственной семейной мифологией, которая для Марина Абрамовича очень важна. Она эту свою биографию много раз рассказывает, вспоминая и свои то, что ее родители были партизанами, и то, какая строгая дисциплина была в доме, и то, какая это, в общем, была несчастная семья, потому что отец достаточно рано ушел из семьи, мать была предельно авторитарна и мучила Марину Абрамовичу, когда она была уже взрослой женщиной, и уже делала свои первые акции, акции достаточно радикальные. При этом она должна была возвращаться домой каждый день, не позже половины одиннадцатого быть дома, и, ну, в общем, такая, как бы, людейно-строгая семья. Хотя, опять-таки, возможно, это достаточно апокрифическая история, потому что Марина Абрамовича, при этом, которая начала свою карьеру очень рано, очень молодой девушкой, молодой художницей, при этом существовала в контексте югославского, в Югославии 70-х годов, которая была гораздо более мягкой страной, чем Советский Союз того времени, более открытой информационно, известно, что она еще в 70-е годы несколько раз ездила смотреть фенецианскую биеннале, то есть она была прекрасно в курсе всего происходящего в искусстве. То же, что может быть интересно, что в Белграде с 62-го года проходил один из самых авангардных в мире на тот момент фестиваль экспериментального театра, который был на грани перформанс-арта БТФ, и еще в 70-е годы Марина Абрамовича на этом фестивале познакомилась, например, с американским режиссером Робертом Уилсом, который в 2011 году поставил с ней спектакль. Это очень старое знакомство, и это тоже человек, который был в ее контексте в то время, что она была отнюдь не единственной авангардисткой, перформансисткой в своей стране, в своем городе. Фотография, где вы видите совсем молодую, Марина Абрамович представляет ее в кругу, ее коллег-художников того времени. Две черно-белых фотографии. Левая документация перформанса. На ней мужчина снят в момент прыжка между забором и крышей. На нем темный костюм. Одной ногой он отталкивается от забора, а другой дотягивается до крыши. Его руки вытянуты вперед. На заднем плане малоэтажные жилые дома, за которыми видны деревья. На фотографии справа сидят в доме, молодая Марина Абрамович и ее коллеги-художники. Она и один мужчина сидят на переднем плане в креслах. Сзади них еще двое мужчин. У Абрамович длинные распущенные черные волосы, на ней надеты черные кофты и серая короткая юбка. Торс одного из художников на заднем плане обнажен. На остальных надеты простые белые рубашки. И наша папа Рипович, который делал тоже один из первых югославских концептуалистов, который делал фотографии, эта перформанс, когда он прошел город по абсолютно прямой умозрительной линии, которую он себе представил, собственно говоря, что бы ни оказывалось и на этой линии. Если был забор, надо было перелезть через забор. Если были крыши, надо было пройти по крыше. И по некоторым сведениям, она все-таки была 6 лет полаганием замужем. Поэтому история про возвращение домой в половине 11 вечера, она вполне возможно, так сказать, является художественным вымыслом. Ну, в общем, такая непонятная история. Вдруг откуда-то выяснилось, что Марина Абрамович был этот самый первый муж, который тоже был художником, который совершенно не дает о ней интервью. Не хочет ее вспоминать. В общем, все очень сложно и все богато нам располагает к различным домыслам и вымыслам. Начинает она, как я уже говорила, с очень радикальных перформансов, связанных с перформанс, где художник исследует себя, исследуют физические возможности, и собственные физические и ментальные границы возможного для себя. Это постоянное самоиспытание. Как бы серия этих самоиспытаний была эта перформанса, которая все называются «Ритм». Идут они, самый ранний был «Ритм-10», идут они по убывающей нумерации. Чем больше номер, тем более ранний перформанс. И это действительно были достаточно сильные испытания, которым она себя подвергала. Причем-то происходило вполне себе в выставочных пространствах. Это не было квартирной выставкой, это не было подпольным искусством. Она бы выезжала с этими перформансами на международные фестивали. Например, на один из этих перформансов был показан на Эдинбургском фестивале, другой был показан в Италии. То есть это уже тогда было вполне себе частью международного контекста. «Ритм-10» — самый первый ее перформанс, показанный, собственно, в Эдинбурге. Это известная игра с ножичком. Когда рука должна кладется на землю или на стол, в другой руке человек держит нож, и как можно быстрее вот этот вот жест... Соответственно, чем ритм... Поэтому название серии «ритм» ритм постоянно убыстряется, и чем быстрее ритм, с которым двигается нож, тем больше вероятности поранятся. И, конечно, некий результат этого перформанса — это порезы и кровавые пятна, которые появляются в результате этих действий. Серия из трех черно-белых фотографий. На первой, в галерее на белом холсте, сидит Марина Абрамович. Перед ней в ряд лежат 20 ножей разных форм и размеров. Рядом лежат два кассетных магнитофона, записывающих звук стука ножей. Правой рукой она берет один из ножей. На второй фотографии Абрамович правой рукой тянется к магнитофону, чтобы начать или остановить запись. Слева от нее беспорядочно лежат 10 ножей, которые она успела использовать. На третьей фотографии изображен процесс игры крупным планом. Левая рука прижата к полу с белой бумагой, на которой видны капли крови. В правой руке зажат большой нож. Он направлен вертикально в промежуток между пальцами. Требуется как можно быстрее втыкать нож в промежутки между пальцами, что порой может привести к ранениям. История, в которой одновременно это и испытание себя, и испытание двойное. Могу ли я как можно быстрее перемещать этот нож, как это требуется, как требует это играть, блатная игра. Могу ли я выдержать боли, не прекратить испытания, когда кровь все-таки, когда я все-таки поранилась, и кровь все-таки пошла. И некая история, опять-таки, танца, ритма, что это человек, который начинает существовать как живой генетический объект, как живая машина, потому что ритм это достаточно механизирован. Чем быстрее ты двигаешься, тем машинальнее, и тем изящнее становится твои движения. Следующая история, ритм-5, тоже там не из таких самых знаменитых была. одну из самых сложных и зрелищных ранних акций Марина Абрамович. Акция заключалась в том, что она выложила против такую вот пятиконечную звезду, легла внутрь этого периметра, в каждый из лучей этой звезды бросила кусочки собственных волос и собственных ногтей, подождала эту звезду, и внутри этого периметра, пока эта звезда вокруг нее горела, она заснула. Да, в ней она не заснула, она потеряла сознание, потому что она рассчитывала этот перформанс, не рассчитала того, что когда будет гореть этот огонь, она останется без кислорода. И она осталась без кислорода и потеряла сознание. И перформанс был завершен благодаря публике, потому что кто-то из зрителей понял, что она без сознания и что у нее сейчас загорятся волосы. И ее вытащили из этого самого контура, из этой самой звезды, и в общем, публика спасла ей, спасла. Если не жизнь, то по крайней мере здоровье. И вот этот момент включения публики, которая произвольно включилась в перформанс, был очень важен, мне кажется, для того, чем потом будет заниматься Марина Абрадович, потому что когда перформер, который подвергает себя испытаниям, истязаниям на глазах у публики, испытывает не только собственные способности, границы собственных цепей, но это такое же испытание, не только для самого перформера, но и для публики. Каков статус художника, на что готов пойти художник ради искусства, но и до какой степени публика готова оставаться публикой, готова ли она прекратить перформанс, готова ли она вмешаться. Или статус зрителя предполагает, что ты не вмешиваешься в происходящее, ты не принимаешь в нем участие, ты принимаешь то, что художник делает это по собственной воле. В данном случае это было не по ее воле, там произошел несчастный случай, то, что она потеряла сознание, это не было заложено в программу перформанса. А отдельно от этого эта форма достаточно сильная, потому что там используется, возникает красная звезда, пятиконечная звезда, которая возникает, конечно, как символ советской власти, символ коммунизма, с которым Мария Абрамович выясняет свои отношения со своей партийной семьей, с коммунистической идеологией. Это начало 70-х годов, после того, как уже была Пражская весна, 68-го года, после того, что такое коммунизм, что такое коммунистическая идеология в Восточной Европе, в социалистическом лагере, в общем, самый момент спросить, переспросить, перезадать себе этот вопрос. Но, с другой стороны, это такой вполне себе магический обряд, когда это пинтограмма, вот эти самые волосы и ногти, которые она сжигает. То есть такое очень двусмысленное, очень двойственное произведение, по которому есть и идеология, и некий ритуальный магический элемент, и исследование собственных, опять-таки, возможностей, и исследование, и провокация зрителя. Доставить зрителя понять, сделать свой выбор, что он должен делать в этой ситуации. Может он смириться с тем, что художник такое вот самое делает, или не может. На слайде четыре черно-белые фотографии, документирующие перформанс ритм-5. Поздний вечер, темно. Фото сделаны на улице. Верхний левый снимок сделан с возвышенности, на нем изображено начало перформанса. На улице стоят около ста зрителей, образуя круг. Внутри круга зрителей, на земле из мелких щепок, выложен контур пятиконечной звезды. Размер звезды в высоту и ширину около трех метров. Один из концов звезды подожжен, его захватывает высокое пламя. На верхней правой фотографии, зрители за кадром, звезда горит целиком. Вокруг нее ходит Марина Абрамович. Правая рука уперта в бок, а левая поднесена к подбородку, что напоминает позу задумавшегося человека. На нижней левой фотографии художница стоит к нам спиной. Она смотрит перед собой на догорающую звезду. На нижней правой фотографии художница лежит на спине внутри звезды. Ее голова, руки и ноги совпадают с концами звезды. Промежуток между большим и малым контуром звезды до сих пор горит. И сама Марина Абрамовича, впрочем, эта история про то, как она непроизвольно потеряла сознание, стала поводом придумать перформанс, в котором перформанс продолжается вне зависимости от того, в сознании она находится или в сознании, или теряет сознание. Даже ее бессознательное состояние может стать элементом этого перформанса. Ритм-2 перформанс, который заключался в том, что она перед публикой принимала таблетки. Одна таблетка, это таблетки, которые применяются в лечении кататонии, обездвиживает, расслабляет мозгулы и делает ее абсолютно обездвиженной. Вторая таблетка, то есть она была в сознании, но еле-еле могла двигаться. И следующая таблетка, это тоже таблетки, использующаяся в психиатрии, заставила ее потерять сознание. В данном случае именно то, что она перед публикой пребывала в бессознательном состоянии, и когда она пришла в себя, она не могла вспомнить, в какой момент она отключилась, и что с ней происходило, именно это превращение художника в некое безжизненное тело, неодушевленный объект, публичное, и было сюжетом этой акции. И, наконец, следующий ее перформанс, один из самых знаменитых и самых скандальных, происходил он в Италии. Это как раз перформанс, который в большей степени не про художника, а про публику. Это провокация публики, и задача заставить ее подумать, что же она из себя представляет. Провокация достаточно жестокая, достаточно плохо кончившаяся. Что происходило в галерее, в которой происходила эта пресса? Происходила эта форма. Стоял стол, на столе было 72 предмета, с помощью которых можно было, в частях предназначалось для того, чтобы доставить художнице удовольствие или хотя бы выказать любовь. Другая часть могла бы причинить боль, и еще несколько предметов могли убить ее. Там были цветы, там было вино, там была косметика, там были гвозди, там был молоток, как вы видите, там были плетьи и цепи, там был зарядок, там был пистолет и пуля. И все это время, эта форма заделся 6 часов, публику вместе с самой Мариной Абрамович заперли на 6 часов в этом помещении, оттуда нельзя было выйти. И постепенно, что бы с ней ни происходило, она держалась абсолютно безучастно. Она была в состоянии такого человека с включенным сознанием, почти неодушевленного предмета. И публика, которая поначалу вела себя, совершенно смущенная, напуганная, постепенно за эти 6 часов начинала, так сказать, входить в азарт. И в конце перформанса художница оказалась раздетой, испачканной помадой, шипы от розы втыкали ей в кожу. То есть, как бы все это начало превращаться в абсолютный кошмар. и положил финал этой акции, положил финал галерист, который вмешался, потому что один из зрителей начал заряжать пистолет и наставил его на заряженный пистолет, наставил на прижалке ее виском. После чего перформанс был прекращен, и художница, поскольку акция закончилась, Марина Абрамовича задвигалась, она пришла, как бы начала весь мир, поскольку вышла из этого самого своего состояния безучастности, которое очень сложно было, естественно, выдерживать. И после того, как она задвигалась, с публикой произошла удивительная история. Все стали прятать глаза и быстро-быстро разбегаться, потому что никто из публики после всего этого происходившего не был готов посмотреть ей в глаза и не был готов принять то, что он только что сделал. Цветная фотография, документирующая перформанс. Пространство галереи. В кадре обнаженная Марина Абрамович. В глазах художницы видны слезы, ее волосы растрепаны, а взгляд отрешен. В правой руке она держит три фотографии, на которых запечатлены разные стадии перформанса. Еще одна фотография приклеена к груди. На соски приклеены лепестки роз. На шее висит длинная цепь с крупными звеньями и большим железным медальоном. Через него пройдет стебель розы. Шипы розы впиваются в тело художницы. На ее животе видна неразборчивая надпись, сделанная помадой. Возле ключицы рана, заклеенная пластырем, откуда к левой груди спускается засохший кровоподтек. Действительно огромная провокация зрителя и провокация, в которой в публике, во многих, во всяком случае, пробудились, видимо, какие-то самые темные их стороны, в которых они предпочитали не знать, о которых они предпочли забыть. Что тоже не значит, что это целиком и полностью вина художника, как бы вина публики. Есть вещи, которые, может быть, не стоит пробуждать, на которые, может быть, не стоит провоцировать людей. В общем, и стоит, вот таким образом этот перформанс закончился, остался, как одной из самых знаменитых и самых скандальных акций Марина Абрамович. У самой у нее появилась и сюда и прядь в волосах после этого, после всего произошедшего, но, тем не менее, свои перформансы она как бы не стала прекращать. И следующий перформанс, который она делала, вот эта серия ритм закончилась, естественно, дойдя до нулевой отметки, до обнуления вообще всей этой истории возможной, после чего была не менее жестокая акция, но уже никак не предполагающая участие публики, губы Томаса, посвященная вроде бы какому-то бывшему возлюбленному художнице. Акция, напоминающая отчасти историю с пятиконечной звездой, напоминающую тоже некий ритуал. Во время этой акции Марина Абрамович съела литр меда, выпила литр вина, после чего она вырезала у себя на животе опять-таки пятиконечную звезду как символ подчернения, как символ, некий стигмат идеологии, и с этой звездой легла на глыбы льда. И поскольку и выпитая, и боль, и холод этих ледяных блоков, в результате этой акции она потеряла сознание и отключилась, потому что потом ее приводили в себя. Это одна из тех акций, которые Марина Абрамович потом несколько раз повторяла. Две черно-белых фотографии, документирующие перформанс губы Томаса. На верхней обнаженная Марина Абрамович сидит за столом с белой скатертью на фоне белой стены. Правой рукой она подносит ко рту бокал, наполненный красным вином. На столе стоит уже наполовину выпитая бутылка вина, а за ней банка меда. На нижней фотографии художница стоит обнаженной на коленях, ее спина выпрямлена вертикально. В ее правой руке метровая указка с острым окончанием. На ее животе вокруг пупка вырезана звезда размером около 30 сантиметров. Кровь из порезов стекает вниз между ног. Это тоже одна из акций достаточно мучительных, но при этом достаточно зрелищных, с очень хорошо прописанным сценарием, с очень понятной символикой и акция, которую можно повторять как повторяется театральное представление или как повторяется цирковой номер, даже если цирковой номер опасен. В 1975 году Марина Абрамович знакомится с Улаем, немцем, немецким художником, который жил в Амстердаме, знакомятся они на фестиву, на записи телевизионной передаче, посвященной искусству перформансу тогда в 70-е, в середине 70-х годов, не то чтобы только что появившемуся, но находившемуся настолько на бике модов, что о нем снимали телевизионные передачи, что это уже было таким настоянием очень широкой публики. Они выясняют, что они родились в один день, хотя и в разные годы, и влюбляются друг в друга, но перед тем, как начать жить вместе, начать работать вместе, потому что они сразу решают, что они будут с авторами, каждый из них делает серию последних перформансов, которые он бы хотел сделать один. Все, что я всегда хотела делать, мне не хватало сил, мне не хватало смелости, и Марина Агранович делает свою серию перформансов, Улай делает свой перформанс, достаточно радикальный, и он крадет из немецкого музея картину, которую он приводит, картину, которая олицетворяет буржуазные вкусы, буржуазные представления о художнике, потому что картина XIX века, которая называется «Бедный поэт», такая очень уютная мещанская картинка сентиментальная, в которой мало тоже уютная мещанская, но еще и про то, что с точки зрения обывателя поэт должен быть всегда бедным, и это вызывало возмущение, он украл эту картину, поместил ее в дом турецких иммигрантов и сам вызвал полицию, приехала полиция, приехал куратор музея, чтобы опознать талии эта картина, Улай объяснил, что это был перформанс, и после этого он уехал, его не арестовали, но он, естественно, не мог работать в Германии как художник, и он уехал в Омстердам, куда вместе за ним уехала Марина Абрамович. Марина Абрамович сделала свою серию последних перформанс, один из них знаменитый «Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым, искусство короника». Такая вполне девичья акция, заключающаяся в том, что Марина Абрамович перед видеокамерой, в общем, не перед оператором, а перед камерой, которая не меняет угол зрения, которая не снимает, ее просто записывает происходящее, расчесывает волосы, расчесывает их двумя щетками, но расчесывает так, что это прихорашивание и уход за собой превращается в самоистязание, выдирая волосы, проводя этими зубьями этих щеток по лицу, то есть и сама эта фраза, которая говорит, «Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым», она говорит, и все более и более яростно, все более и более истерично, накручивая себя этого самого истязательного папуса. И серия перформансов, которые освобождают тело, освобождают голос, освобождают память, освобождают тело. Перформанс заключался в том, что она опять-таки выставочена в пространстве, в пространстве галереи, обнаженная, с закрытым головой, с закрытым лицом так, чтобы она воспринималась не как некий конкретный человек, а просто как некая абстрактная женщина танцующая. Вот это вот снятие персонали, снятие личности, оно здесь очень важно, только если ты с закрытым лицом, то вроде бы тебе не так страшно, хотя, вряд ли, ты ее в тот момент останавливала. Ну, такая анонимность, что это просто некое испытание не того, что я, Марина Абрамович, могу с собой сделать, что я могу выдержать, испытание того, что может выдержать тело. В чем заключалась акция, что она танцевала, но танцевала она почти без музыки, там был только барабан, задающий ритм, такой там-там, и танцевала она, пока она не упала от усталости, танцевала она сутки с лишним. черно-белая фотография, документирующая перформанс «Освобождая тело». Пустое пространство галереи с белой стеной и серым полом. В центре кадра в глубине обнаженная Марина Абрамович. Тело художницы слегка изогнуто вбок, ноги расставлены. Она танцует. На ее голове черная маска. На переднем плане у правого края видны голые плечи и голова мужчины, наблюдающего за танцем. Он стоит к нам спиной на расстоянии восьми-десяти метров от художницы. Личное движение, исследование себя, освобождение тела. От чего освобождается тело? Тело освобождается от личности. Тело становится просто телом. Тело, которое следует ритму, тело, которое перестает стыдиться себя, перестает думать себя, перестает осознавать себя как тело, которое кому-то принадлежит. Это просто тело, существующее в движении. Освобождая голос, следующая акция, опять-таки, акция на испытание, просто кричать, пока хватает дыхания. Черно-белая фотография перфоманса освобождая голос. Видно, лежащую на спине на белом матрасе художницу в черной обтягивающей кофте и черных штанах. Руки прижаты ладонями к матрасу, левая нога согнута в колени. Ее черные волосы распущены, она смотрит вверх и кричит, рот широко открыт, шея напряжена. И картинку здесь не имеет смысла показывать. Акция, которая называлась «Освобождая память». Акция, которая делалась, видимо, не в Югославии уже, но которая заключалась в том, это тоже все снималось на видео, это первое, поэтому это акция, которая делалась не освобождая память, она делалась вообще даже делалась не на публике, если я ничего не путаю, извините. когда она просто говорила все слова на югославском языке, которые ей приходили в голову. такой поток сознания, когда не фраза, не текст, не воспоминания, не история, а просто слово за слово. И вот этот поток сознания, такой почти фрейдовский, как у меня автоматизма, тоже достаточно долго идущий текст, очень интересный, когда слова указываются только словами, когда память перестает складываться в истории. вот как бы три истории освобождения, очищения себя от предыдущего опыта, которыми она занимается перед тем, как начать новую главу своей жизни, своего искусства, собственно говоря, период их совместных работ с улаем. Работа с улаем достаточно сильно меняется, как бы цикл работ, которые они делают вместе, они объединены вот этим понятием отношения, и у них появляется то, чего не было в ранних акциях, в сольных акциях самой Марина Амрамович, возникает движение в пространстве, это всегда два человека, ну, естественно, два человека, это пара, это мужчина и женщина, но это не два любовника, да, не супруги, это два человеческих тела, два тела, которые исследуют пространство, в котором они оказались. Первая акция заключалась в том, что они, ну, что я вам покажу видео. Черно-белое видео перфоманса. В кадре большое пустое пространство галереи с белой стеной. Слева и справа навстречу друг другу выходят обнаженные Марина Абрамович и Улай. На середине они сталкиваются плечами и уходят за границы кадра. Они снова выходят навстречу друг другу, снова сталкиваются и уходят за границу кадра. Они выбегают навстречу друг другу, сталкиваются, Марину отбрасывает назад, Улай возвращается к краю медленным шагом. Они вновь выбегают навстречу, сталкиваются, Марину отбрасывает назад, Улай. Улай возвращается к краю медленным шагом. Пустой зал. Действие повторяется в третий раз. Еще такая достаточно близкая работа, потому что, как и эта работа, они являются уже исследованием не человека, а пространства, отношения к пространстве. Эта работа была показана надо на документе. Черно-белое видео перфоманса расширяя пространство. Просторный зал галереи. На переднем плане несколько рядов зрителей. В центре зала две белые колонны. Между ними, прижавшись спинами друг к другу, стоят обнаженные Абрамович и Улай. Они разбегаются и всем телом бьются о колонны. После этого возвращаются в исходное положение. Колонны от удара сдвигаются на несколько сантиметров к краям зала. Действие повторяется много раз. Колонны отодвигаются все дальше. За художниками также стоят зрители. Некоторые фотографируют. Колонны почти у стен зала. Художники перешли на бег. Видно, что с обеих сторон от колонн, которые двигают художники, есть еще по колонне. Улая нет. Абрамович продолжает перформанс одна. Она сильно разбегается, но колонна почти не двигается. Абрамович уходит. Один из самых сильных перформансов, в котором есть совершенно потрясающая вещь, как меняется то, чем они занимаются, как меняется по отношению к тому, чем занималась Марина Абрамович. исследование себя, исследование себя, нагруженное еще достаточно большим количеством таких драматических и символических моментов, совершенно меняется. Тело художника и художник в данном случае перестает быть предметом исследования, он скорее становится инструментом исследования. В обеих этих акциях они почти не взаимодействуют друг с другом. Это не Ула, это не Марин Абрамович. Это два совершенно абстрактных тела, как бывают небесные тела. Поэтому эту акцию достаточно часто создают такие планеты, которые вращаются каждая по своей орбите и сталкиваются случайно. Они сталкиваются не потому, что они враждебны по отношению к другу, там нет абсолютно снятые любые психологические отношения. Это просто нечто событие надчеловеческого природного масштаба, потому что таковы траектории их движений. Это абсолютная физика пространства. потом начинаются опять-таки отношения во времени. В какое-то время очень красивые фотографии они провели связанные волосами. Это тоже история когда они связаны волосами, ситуация которая прежде всего что не позволяет делать посмотреть друг в другу глаза. Черно-белая фотография документирующая перформанс отношения во времени. На фотографии крупным планом сидят Марина Абрамович и Улай. Они сидят спинами друг к другу. Их волосы заплетены в толстую косу, которая связывает их головы. Художники сидят на белом фоне, на них надеты простые рубашки. Они безразлично смотрят перед собой. Ситуация, которая исключает контакт, который мы считаем психологическим, сводя его к контакту абсолютно физическому, мы действуем как две детали механизма, они как пара супружеская, какой они были. Такая же история как бы вот это превращение, исследование некой механики сосуществования двух тел, дыхание рот в рот, дыхание, как бы дыхание, в котором они рот, сколько можно, сколько они продерживаются, у них были заткнуты, у них был закрыт нос, они дышали только тем воздухом, который один вдыхал в рот другому. Черно-белые фотографии перформанса «Вдох-выдох». Весь кадр занимают сидящие на коленях Марина Абрамович и Улай. На них надеты джинсы и простые рубашки, белые на Абрамович и черные на Улае. Мы видим художников сбоку, их рты крепко прижаты друг к другу, руки Улая уперты в бедра Абрамович. Глаза художницы широко раскрыты, она безучастно смотрит вдаль. На заднем плане видны зрители. И они несколько часов продержались, она действительно как бы на этот кислород исчезает. Это тоже история на такое испытание себя. И здесь уже возникает это психологическое надоверие, насколько я готов верить тебе, насколько я верю, что ты моя такая более сентиментальная версия. Знаменитый перформанс, похожий на чем-то похожий на вот эту замечательную штуку на документе, где они тоже вещь очень сильная, похожая на инсталляцию. То есть акции Марина Абрамовича сольные, были акцией на котлу, видели, те, кто был в гараже, помнят этот перформанс, одна из самых знаменитых их работ, одна из самых знаменитых образов искусства 70-х годов. На открытии выставки они стояли обнаженными друг напротив друга на входе в зрительный зал. В отличие от того, как этот перформанс показывался в гараже, это был единственный ход. Никто не мог пройти, не протестовавшись между ними. И также, как и в акции, которую мы смотрели, это исследование пространства. Акции, вот эти две акции, Улая и Абрамович, собственно говоря, это не перформансы, это такие живые инсталляции, это взаимодействие с пространством. Художники превращают свои тела в элемент инсталляции, в элемент пространства, с которым должен взаимодействовать зритель, так как он взаимодействует с пространством, если речь идет об инсталляции. И вот это самое становление частью пространства, естественно, требует героизма, потому что невероятно сильная эта история, когда они бьются об стены, и эти стены как бы невероятным образом раздвигаются, потому что это было заложено, стены были сделаны подвижными, но подвижными очень, все-таки требующие огромного физического усилия, чтобы их раздвинуть. И при этом они действуют абсолютно в выключив сознание, это такие стенобитные машины. Здесь они тоже становятся просто входом, это такие кариатиды, которые стоят на входе, и для зрителей в данном случае это опять-таки оказывается испытанием не только для художников, потому что они то, что они испытывают свою боль, свои усилия, они не демонстрируют, как ни странно, это абсолютно снято, это абсолютно безучастные лица, это люди, которые стали частью пространства, которые стали практически частью архитектуры. здесь испытанием подвергаются зрителям, как в том видео, замечательно, когда Улай выключается и не может дальше это продолжать, и кто-то из публики выходит и пытается остановить Марина Абрамовича. И она отпихивает его и продолжает делать этот перформанс. То есть там не выдержал зритель и не выдержал, по-моему, обматерифы, потому что он не мог на это смотреть, и то, что у него и вот это дискомфортное состояние, в котором он оказывается, вызывает ярость. Точно так же в этой истории есть видео, которое мы просто не можем смотреть, потому что у нас нет времени. В эту перформанс здесь достаточно тоже очевидна эта ситуация. Самое интересное это то, как ведет себя до публика. Ну, прежде всего, там допустим гендерное исследование, кто предпочитает пройти лицом к девочке, кто предпочитает пройти лицом к мальчику. Две черно-белые фотографии, документирующие перформанс. В дверном проходе между двух стен, прижавшись к ним спиной, стоят обнаженные Марина Абрамович и Улай. Расстояние между ними около полуметра. На первой фотографии между ними протискивается мужчина левым плечом вперед так, что его живот касается живота художницы. В его левой руке большая черная сумка. На другой фотографии между художниками пытается пройти девушка. Она развернута в сторону Улая. Она пытается почти не касаться художников, которые неотрывно смотрят друг на друга. Все-таки они не так тесно стояли. Это не было настолько настойчивым выбором. Потому что все знали, что это будет. Это классическая перформанс. Все знают, как себя вести. Тогда, как себя вести, что делать в этой ситуации, никто из публики особенно не знал. Даже если это публика современного искусства. И там очень интересно, как кто-то улыбается, как кто-то пытается быть вежливым. И быть вежливым в данном случае это не принять участие. Это сделать вид, что ничего особенного не происходит. Да-да-да, я в курсе. Это современное искусство. Я все в порядке. Я попытаюсь это не заметить. Кто-то у кого-то это вызывает ярость. Кто-то проходит, протискиваясь, специально делая максимально больно и пытаясь их оттолкнуть. И, собственно говоря, вот это исследование опять-таки психологии публики и до какой степени и как в любом интересном исследовании такого рода, как в любом интересном эксперименте такого рода, это исследование, которое не ставит своей цели доказать что-то определенное. Никто не знает, как себя будет вести публика. Никто не знает, какая реакция правильная. Правильной реакции нет. Может быть, правильная реакция это притив ярость, как раз, а не вежливо сделать вид, что ничего особенного не происходит. И два обнаженных человека, между которыми ты проводишь это просто часть, это просто произведение искусства и ты вежливо не замечаешь, что это живые люди. Ведь дедина – это ситуация, в которой нету нету правильного решения. Все решения правильные или все решения неправильные. И важно, чтобы публика, очень важно, чтобы зритель, понят, как художники, каким это для них является испытанием, это больно было. они после этой акции были в день поставили, они все никак были, они все были измочаренные. Очень важно, чтобы ты, придя, все-таки понял, что тебе делать с этим опытом, в котором ты оказался. Опытом достаточно дискомфорным, опытом, когда достаточно неприятным для тебя, но попытаться что-то из него извлечь. Это очень сложно, но надо стараться. И вот, собственно, акция, которую мы ему показывали. Акция и в какой-то момент, причем это очень интересно, как бы, что, видимо, первая фаза их отношений была абсолютно безоблачной и прекрасной, они были влюблены друг к другу. В этот момент они могли действовать как некая единая машина. Чем дальше, тем больше их акций становится историей про взаимоотношения между ними, а не про взаимоотношения с публикой. Вот эта акция, она такая переломная. Что происходит? Улай бегает, стоит перед стеной, он не может пробежать все пространство, потому что он привязан такой эластичной веревкой, и он не может ее разорвать, но по условиям перформансы он не может преодолеть ее. Он бежит навстречу к Марине. Марина стоит рядом с ней, абсолютно безучастная. То есть он такой как бы привязанный героический персонаж, который пытается преодолеть эти обстоятельства, она ему никак не может помочь, и не идет навстречу. Он рвется к ней, она не делает шаг навстречу, стоит безучастным. Это первая часть перформанса. Перформанс шел довольно долго. А потом возникает следующий сюжет. Из публики, из зала выходит человек, который сбивает ее с ног. И в этот момент она становится жертвой. То есть сначала публика себя отразделяет с улаем, который здесь самый страдающий, и она ему не отвечает. Потом она становится жертвой, потому что ее сбивают с ног, и она по условию эту форманс, и она не знала, в какой момент это произойдет. Она знала, что это произойдет, но не знала, в какой момент. И его порыв становится еще более трагическим, потому что он не может ей ничем помочь. Он не может ее поднять, он не может защитить ее, потому что он все равно остается вот на этой самой веревке. И это в этот момент, когда это тоже инсталляция, это тоже некая конфигурация тел в пространство, которое создает образ пространства, но при этом в ней возникает, собственно говоря, психологическая история. Возникает история их отношений. Две черно-белые фотографии обеих частей перфоманса. Действие происходит в пустом зале галереи с белой стеной на заднем плане. Обнаженный улай привязан веревкой к стене сзади него. Веревка обматывает его пояс. Справа от него на расстоянии двух метров стоит Марина Абрамович. На ней надеты широкие брюки и белая рубашка. На первом фото обнаженный улай запечатлен в момент, когда он пытается преодолеть натяжение веревки. Он будто пытается выйти из кадра на зрителя. Абрамович смотрит на пол перед собой. На второй фотографии обнаженный улай в глубине кадра в момент разбега. На переднем плане видно мужчину в черном, который, разбежавшись, подпрыгнул и, вытянутый ногой в прыжке, пытается сбить с ног Марину Абрамович. На фотографии изображен момент за мгновение до удара. Она еще стоит на ногах боком к зрителю, не пытаясь защититься. И дальнейшая история, это история, когда они, например, пытаются, весь перформанс, когда они просто кричат друг на друга. Или перформанс, когда они дают друг другу пощечину. Тоже мы сейчас это посмотрим. Черно-белые видео-перформансы. На черном фоне друг напротив друга на коленях сидят улай в белой рубашке и Марина Абрамович в белой футболке. Они по очереди дают друг другу пощечины правыми руками, постепенно увеличивая темп. Все это время художники смотрят друг на друга со спокойным выражением лица. Понятно, что, с одной стороны, это агрессия, накопившаяся друг на друга, которую можно выплеснуть таким образом. И либо ты начинаешь двигаться как автомат, что они делают, и в ритм попадаешь. Либо ты начинаешь делать это по инерции тела, либо ты начинаешь делать это по инерции психологической. И вот этот очень тонкий момент это делаешь, потому что это инерция тела и потому что это игра. Либо ты все-таки включаешься и начинаешь эту агрессию, этого жеста испытывать на самом деле. Ну, как бы такие всякие полупсихологические отношения. И тоже еще одна акция, которая не очень зрелищная, которая произошла в 79-м году. Есть у нас, собственно говоря, только документация. Нет, нету фотографий самого перформанса. Называлось она «Коммунистическое тело, капиталистическое тело». И для Улая, и для Марины Абрамовича было очень важно, что они оба родились в тоталитарных странах. И у нее в метрике была, потеконечная звезда, у него в метрике была свальстика. Он родился в фашистской Германии. Поэтому другое название этой акции еще, она иногда фигурирует как коммунистическое тело, фашистское тело. Собственно говоря, в чем они отмечали вот этот самый свой день рождения, который у них в один день был. И позвали гостей, 11 человек. И когда гости пришли, то Улая и Абрамович спали. Они спали на этой вот кровати с красным одеялом, не соприкасаясь с друг с другом, на двух подушках отдельных. А был стол. На столе было югославское шампанское и немецкое пиво или что. То есть были продукты для тех из коммунистического, из капиталистического мира. И, собственно говоря, гости совершенно не знали, что делать, пока в конце концов, не придя и не увидев, что хозяева на них не обращают внимания, увидев, что есть там куча выписки и закуски, решили отметить этот день рождения без участия хозяев, раз уж они не хотят в этом участвовать. И потом выяснилось, что все это происходящее снималось на видео. И, собственно, вот эта вечеринка с безучастными хозяевами стала видео. Очень важная история, что до этого, до этой акции, Марина Абрамович и Улай были почти безымянными. Это анонимные люди, это два обнаженных тела. Начав эту свою совместную творческую карьеру, они как бы избавились от своей памяти. Нету Марина Абрамовича, они каждый сделал все свои перформансы, закончил все свои личные творческие дела и слились в эту единую систему, единый организм, единого художника, единое тело в пространстве, которое действовало абсолютно. И именно в этот момент, когда возникает перформанс, капиталистическое тело, капиталистическое тело, они вспоминают о своих биографиях, что это не просто вот это некие слаженное единство, слаженный механизм из мужского и женского тела, а это два человека со своими биографиями, со своими... Впервые эти биографии становятся предметом искусства, сюжетом перформанса. И именно как только они получают эту биографию, когда возвращают себе свою историческую идентичность, именно в этот момент сами они как тела, как люди, они бездействуют. Идентичность работает за них. Есть эти самые документы, которые лежат, которые публика, которые эти гости могли увидеть, эти документы со свастикой, документы с потеконечной звездой, документы, которые свидетельствуют о том, что эти люди из разных лагерей, из разных стран, с разной исторической памятью. И именно в тот момент, когда они получают эту историю, как бы, идентичность, они сами, их тела, они сами перестают действовать. Их идентичность действует за них. И это была одна из, как бы, таких переломных акций. Были, опять-таки, акции на доверие друг другу уже, в большей степени, чем на взаимодействие. Тут знаменитая акция с луком, которая строится на абсолютном доверии друг другу. Потому что единственное, за что они держатся, это этот лук, лук боевой. И если кто-то из них проявит слабость, то стрела воздется и в сердце. Черно-белые фотографии перформанса. В кадре, во весь рост, друг напротив друга, на белом фоне стоят Марина Абрамович и Улай. У Абрамович короткая стрижка, на ней длинная черная юбка с высокой талией, черные балетки на ногах и белая рубашка с закатанными по локоть рукавами. На Улайе также белая рубашка, черные брюки и ботинки. У него такая же прическа. Художники держат большой лук высотой с человека. Улай натягивает правой рукой тетиву. Наконечник стрелы находится на расстоянии нескольких сантиметров от груди Абрамович. Левой рукой она держится за рукоятку лука рядом со стрелой. Их руки, держащие лук, согнуты в локтях, а тела отклонены назад, обозначая напряжение. Так, так, менее, то есть, как бы, менее драматическая акция, которую вы видели на гараже, те, кто был в гараже, в реанактнете, просто вот этот контакт, который надо, ну, нужно сохранить, это очень долго, как бы, это вроде бы ничего сложного, если человек так стоит день, вот, сохраняя этот контакт, тратя все силы физические, а стоять неподвижно, это очень тяжело на сохранение контакта глаза в глаза и палец в палец. Вот такой, как бы, на выносливость и на доверие. Черно-белая фотография перформанса. На белом фоне Марина Абрамович и Улай в черных костюмах и белых рубашках стоят друг напротив друга. Ее правые и его левые руки согнуты в локтях. Их указательные пальцы вытянуты и касаются друг друга кончиками, образуя горизонтальную линию. Художники напряженно смотрят друг другу в глаза. И еще в начале 80-х годов они жили в гражданском раке. Еще в начале 80-х подумали о том, что хорошо бы все-таки сделать свадьбу и сделать свадьбу в виде перформанса. Еще в начале 80-х они начинают думать о том, что такой идеальный свадебный перформанс была бы прогулка по Великой Китайской стене навстречу друг другу. Теформанс, как вы понимаете, 80-е годы требовал огромных организаторских и бюрократических усилий. Потому что социалистический Китай в то время так просто никому визы не давал. И вся эта организационная волокета длилась и длилась, и длилась. И по иронии судьбы, именно в тот момент, когда им наконец дали это разрешение и дали эти визы, их отношения зашли в тупик. И они решили расстаться. И поэтому перформанс «Прогулка по Великой Китайской стене» стал перформансом, которым они отметили не свою свадьбу, а свое расставание. Прогулка эта продолжалась три месяца. Они шли каждый в одиночестве по этой Великой Китайской стене. И власть шла со стороны пустыни Гоби. Марина Абрамовича шла со стороны Желтого моря. Они встретились посередине. Это центральное место, которое вообще принято заключать свадьбы. И они встретились, чтобы расстаться, чтобы сказать друг другу до свидания и больше долгое время не встречаться. Причем, конечно, вся эта история выглядит очень идиллически. Такое красивое расставание, красивые, благородные разные отношения. Это все очень красивая, очень красивая акция. Но на самом деле этот разрыв отношений был куда более драматичным, куда менее гладким и красивым. Вот никто ни на кого не держит зла. Все встретились, обнялись и расстались навсегда. Чем это выглядит в этой акции? Судя по всему, Марина Абрамовича была дико зла на Улая. Потом эти отношения были достаточно болезненными, в том числе творческие, потому что никто из них не знал, как они будут работать в одиночестве. Они были заточены по тому, чтобы делать перформансы вместе. Дальше у каждого начинается творческий кризис. И более того, там была какая-то... И потом еще была такая вполне банальная история, что надо было делить авторские права. Кому принадлежат негативы, кому принадлежат фотографии, у кого авторские права. Кто имеет право их выставлять под своим именем, кто не имеет право их выставлять под своим именем. У нее такая мучительная проза жизни, которая до сих пор продолжается, насколько я понимаю, в этой паре. И долгое время Марина Абрамовича, собственно говоря, не знает, чем ей заняться. Это действительно и человеческий кризис огромный, и огромный творческий кризис. И, как она рассказывает в интервью, я решила заняться тем, что я ненавижу больше всего на свете. Больше всего на свете она ненавидела театр. Ну, как любой художник-перформанс, все перформеры ненавидят театр. Потому что театр – это ложь, это актер, который выходит, чтобы играть кого-то другого. Это рутина, это нечто старое, старомодное, условное, буржуазное и так далее и тому подобное. И именно поэтому этим самым театром, который она ненавидела, она решила заняться. С 90-х, с 80-х годов она делает цикл проектов. То есть она делает, на самом деле, один проект, который называется «Биография», в котором она всю свою историю, свои старые перформансы, свои отношения с Улаем, свою югославскую семью начинает рассказывать как некий сюжет. Она начинает повторять свои, как некое сценическое действие. Сначала было видео, потом была театральная постановка, потом целый цикл театральных постановок, в которых присутствуют одни и те же элементы, в которых Марина Абрамович появляется на сцене, но уже не в качестве перформера, а актрисы, играющие самую себя. Играющая Марина Абрамовича – это актриса, которая играет роль Марины Абрамовича. Она переделывает свои старые перформансы. Вот здесь вы видите, это 2004 год, довольно поздняя версия. Целая сцена, это показывали на Авеньонском фестивале, целая сцена людей, которые повторяют акцию Улая Абрамовича с пощечинами, превращая это в танец и превращая это уже совсем в игру, совсем в имитацию. Но при этом именно в этой постановке был такой совсем предельный милодраматический сюжет. Вместо Улая, партнером Марины Абрамовича, был сын Улая, взрослый сын, о котором она не знала, пока они с Улаем жили вместе. И вот после того, как они развелись и расстались, вот объявился этот взрослый сын, который был невероятно похож на Улая. Именно он в этом спектакле был партнером, Абрамович, по перформансу, вот в том числе по этому перформансу, слухам, по перформансу, требующим как раз предельного участия, предельной включенности психологической. Такая дико-милодраматическая история, которая, с одной стороны, предельно театральна, с другой стороны, это то, что не позволяет этому представлению быть совсем уже представлением. Цветная фотография, документирующая повтор перформанса с луком. Композиция кадра, поза и одежда художников полностью повторяют оригинал. Однако вместо Улая тетиву натягивает его сын. Просто спектакль с актерами, а вот у нас тут еще индийское кино, практически про найденного сына, которого она не знала. В общем, это невероятное что-то. Был фильм «Звезда», для которого она, французский фильм, для которого очень странный, потому что Марина Абрамович рассказывает свою историю и проигрывает свои перформансы, но проигрывает их в ряде таком нарочито-гламурном. Очень красивая средних лет дама в роскошных интерьерах, в амстердамском офисе с кучей шоферов, секретарей и так далее. Все-таки не постановочных, а, видимо, вполне уже существовавших в ее жизни, разыгрывает эти истории, разыгрывает их очень кокетливо, очень изящно, очень самоиронично, потому что все-таки чего-чего, у нее всегда есть прекрасное чувство юмора и самоиронии. И повторяет самые кровавые своих перформансы, самые мучительные. В частности, она повторяет эту пятиконечную звезду, которую она вырезает на животе. И название фильма «Звезда» — это и вот эта пятиконечная звезда, и, собственно говоря, новый статус Марины Абрамовича, которая действительно воспринимает себя и может признать уже в 1999 году, что она одна из абсолютных суперзвезд современного искусства на тот момент. Суперзвезд с культом личности, который любой звезде сопутствует. Фильм этот запрещен, потому что Марина Абрамович очень долго судилась с режиссером этого фильма, французским документалистом и художником, исследователем и историком искусства, который начинал, кстати, с того, что писал диссертацию про Закер Мазокова. Был вполне в теме, скажем так, с известных позиций. За то, что он указан, что ее претензия была в том, что она в титрах фильма, в том, как он подает этот фильм, предстает как актриса, а не как соавтор. Как актриса, которой руководит некий режиссер. И хотя, в общем, я не знаю тонкости этого судебного процесса, но, в общем, она выиграла у него этот судебный процесс. И фильм нельзя показывать публично, хотя он лежит в ютюбе. Фильм достаточно интересный. Он гораздо менее... иконографический, чем фильм в присутствии художника, документальный, который вышел недавно. Там как-то позабавнее все. Хотя в присутствии художника тоже есть забавные моменты, мы к ним вернемся. И, собственно говоря, вот эта эпопея театральная закончилась на настоящий момент. Видимо, она будет продолжаться. Собственно, спектаклем Роберта Уилсона, одного из самых знаменитых режиссеров-авангардистов в мире, тоже такой абсолютно звездный режиссер, который как бы ставит оперы. Раньше он ставил там восьмичасовые спектакли без слов, там невероятно авангардные. Сейчас он в основном как-то оперный режиссер. Главное – опера мира. И он поставил «Жизнь и смерть» Марина Абрамовича, поставил ее как оперу. Цветной кадр из оперы Роберта Уилсона. На заднем плане сцены натянут большой серый экран с яркой горизонтальной белой линией по центру. На заднем плане на фоне экрана видны черные силуэты статистов, половина из которых держит белые полупрозрачные флаги, а другая половина – мегафоны возле рта. Они одеты в военную форму. На переднем плане слева стоит актер в длинном зеленом плаще. Он также держит около рта мегафон, который загораживает его лицо. В центре сцены стоит женщина в пышном черном платье до пола и черные накидки. Под которой видна белая рубашка, расшитая красной и золотой нитью. На ее шее множество золотых цепей с медальонами и часами. На правом краю сцены, на деревянной конструкции, напоминающей коня, сидит Марина Абрамович в зеленой военной форме. Ее лицо покрыто белым гримом, на губах – красная помада. Обеими руками она держит большой белый флаг. Где есть Марина Абрамовича, есть множество ее двойников, неких ее копий и персоналей, ипостасей. И одна из ее ипостасей – это певец Антони Хеггерти. Собственно говоря, Уилсон также работал с рок-музыкантами. И это спектакль, в котором есть Антони Хеггерти. Я покажу вам этот клип. Это очень красивая вещь, к тому же музыкальная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в последующих. Здесь играет свою мать. Она сама как персонажа воспалена между несколькими актерами. Насколько я понимаю, я не видела этот спектакль, к сожалению, судя по всему, совершенно прекрасен. Это такая конечная точка существования перформера. Моя биография стала спектаклем, меня играют другой актер или актриса, а я сама играю другого персонажа. Это одна из линий в истории Марина Абрамовича. Вторая, но, собственно говоря, после расставания с Улаем, она занималась не только театром, у нее были разные проекты. Один из проектов был такой забавный. Она стала писать. Такая замечательная кухня, кухня духа с удивительными рецептами, самого разного толка, неосуществимыми. Таким вот меню как бы все в этот момент ее начинают занимать минералы. И вот те, кто был на выставке в гараже, там были такие замечательные ложи из минералов, которые должны были целительно воздействовать на зрителей. Опять-таки такая терапия и некая духовная практика. Надо сказать, что еще во времена Улая, во времена их союза с Улаем Мариной Абрамовичей начиняет интересоваться всякими духовными практиками. Она общается с тибетцами, и она интересуется буддизмом. Ну, собственно говоря, для 60-х, 70-х годов европейских такие ньюэджевые увлечения были в общем местом, но в общем месту, породивши довольно много интересных изменений в культуре, самого разного толка и самых разных уровнях. То есть ее это увлечение тоже не миновало. И при этом, 1997 год, она делает акцию «Балканская барокко», за которую она получает «Золотого льва» в Венецианской биеннале. Тоже очень интересный сюжет этот год, который идет «Война в Львове Сюгославии». Это очень драматический момент, и она делает акцию в Венеции, во время которой она моет огромное количество вот этих окровавленных костей и поет балканские песни. Кости, естественно, животных, но эта кость, это огромная гора этих костей, которые окровавленные, с остатками мяса, и помимо вот этой достаточно красивой и отталкивающей одновременно картинки, это все еще издает жуткий запах. Но интересно название «Балканская барокко». Интересно, что в результате этого разыгрывания собственной биографии, превращения актобиографии в театр, превращения актобиографии в фикшн, у Марины Абрамович, которая в своих первых перформансах и в перформансах оказывается не человеком без имени, а человеком с закрытым лицом, как вы в акции «Освободить тело», человеком, который просто женщина, который просто женское тело в пространстве, здесь обретает постепенно биографию, обретает идентичность, и эта идентичность дорастает до того, что она уже много лет живущая в Нидерландах к этому времени, в Европе. А как начинает, как бы, чуть было не сказала, эксплуатировать, начинает исследовать свою балканскую идентичность. Уже идентичность не бывшего представителя, до этого она работала со своей советской идентичностью, более-менее, красная звезда, пятиконечная звезда. Здесь начинается история про Балканы. Черно-белые фотографии перформанса «Балканское барокко». Марина Абрамович в белом халате сидит среди окровавленных костей. Сзади нее кости образуют гору, доходящую до ее плеча. Волосы Абрамович распущены и взлохмачены, ее рот полуоткрыт, лоб и брови нахмурены. Белый халат заляпан кровью и грязью. Она держит большую кость и чистит ее большой грубой щеткой. Начинается с этой достаточно эпической акции «Балканское барокко». Потом появляется видео «Герой». Это видео, собственно, это стоп-кадр, не стоп-кадр, это статичная картинка, где она сидит на белом коне и чуть-чуть колышется по ветру белый флаг. То есть герой, который приходит с белым флагом как знаком поражения. И опять-таки, это истории отсылающих к биографии ее семьи, что ее отец был партизаном, и когда он встретил ее мать, ее мать была ранена, она пыталась ее спасти, что-то очень красивое было, и он был на белом коне. И вот, собственно, она здесь каким-то образом отождествляется со своим отцом, но и представляет этот прекрасный образ героя, который приходит с флагом поражения, с белым флагом. Как бы героизм в том, чтобы сдаться. действительно очень красивая вещь, которая пока была на выставке Москва и Берлин. И возникает вот рядом с этими патетической такой версией балканских корней истории возникает совершенно скабряда вот такой очень замечательной этнографической серии видео, эротический эпос балканский с такими псевдофольклорными, с неким исследованием вымышленных более-менее экзотических, эротических обучаев в восточных лоярдах. Тоже ее показывали несколько раз в Москве, в общем-то, не пугайтесь при виде этой картинки. И при этом она продолжает заниматься таким классическим перформансом на самоиспытание. Дом с видом на океан во время этой акции Марина Абрамович 12 дней проводит в галерее в этой галерее на виду у зрителей. Она не ест, у нее только вода есть. Она делает очень красивое пространство, в котором она может существовать, она может принимать душ, она может спать. Это очень минималистки сделанное, но очень дизайнерское при этом пространство. Фокус в том, что она не ест, и что она все эти 12 дней находится перед зрителями, перед публикой, в абсолютно публичное пространство. Она не обязательно должна была быть обнаженной все время, она принимает душ на этой фотографии. И вот эти лестницы, которые ведут вниз, она не может по ним спуститься и сбежать, потому что вместо ступени это лезвие на жизнь. Цветная фотография перфоманса «Дом с видом на океан». В пустом зале галереи на белой стене на высоте около двух метров сделаны в ряд три комнаты без передней стены, так чтобы была видна их обстановка. Размер комнат примерно 2 на 2 метра. От пола галереи к полу комнат ведут три простых небольших лестницы, у которых вместо ступеней горизонтально встроены длинные ножи. В первой комнате расположен открытый душ, под которым стоит обнаженная Марина Абрамович. Во второй комнате стол и стул. В третьей комнате деревянная кровать без матраса и умывальник. Вся мебель сделана из дерева. История, в которой есть история про аскезу, воздержание, пост, есть история про столкничество, одновременно есть история двойной испытания, испытания аскезы и испытания абсолютной публичности, где художник в своих поисках каких-то очищения или самоиспытания одновременно оказывается экспонатом в зоопарке или в лучшем случае живым произведением искусства, на которое публика приходит посмотреть. 12 дней без еды – вот такая последняя акция очень минималистского героизма. 2002 год занимается перформансом. Это огромный срок, тем более, что очень мало кто из перформеров занимается этим искусством всю жизнь. Один из классиков перформанса «Вито окончен», который позанимался перформансом, потом стал заниматься видео, потом стал заниматься дизайном, потом стал заниматься архитектурой. И вот у него есть концепция, что вообще перформанс – это искусство, которым художник занимается, когда он ищет себя. Потом он находит, что ему нужно. Если ему интересно про пространство, то он и начинает заниматься архитектурой. Если ему интересно про психологию, то он уже идет и снимает мейнстримное игровое кино. Если ему детство про звук, он начинает писать музыку. Вообще это некая фаза, во время которой художник ищет, что ему интересно, а не занятие на всю жизнь. Это очень спорная точка зрения, но тем не менее она существует. Высказал ее один из пионеров жанра, один из основоположников. У Марины Абрамовича наверняка возникает вопрос, как же заниматься перформансом дальше. Вот она сделала еще одну героическую акцию. Что делать дальше? Это духовная практика, это зрелище, это ритуал. Что из этого остается? Потому что, опять-таки, перформанс возникает в 70-е, 60-е годы, когда была такая героическая эпоха борьбы художников с арт-рынком, борьбы с музеями. Что надо сделать такое искусство, чтобы его нельзя было купить, продать. Что абсолютно некоммерческое, чтобы оно не стало достоянием музеев. То есть вот эта эфемерность живого искусства возникла еще и как вызов институции. А тут вроде бы как-то уже воевать с ними поздно, институции, может быть, сами изменились и стали более гибкими. И вообще хочется, чтобы от тебя что-то осталось. Остались, например, фотографии, и еще с этими фотографиями надо судиться за них со своим бывшим партнером по этим акциям. Допустим, как это было в случае Марина Абрамович. И она начинает задумываться о том, как сохранить жанр перформанса. И делает акцию, которая называется в Гуденхай-музее «Семь легких пьес». Она делает семь повторов самых знаменитых перформансов в истории искусства. Но перформансов, из которых ни один она не видела вживую, она не была свидетелем их. Она их знает только по описаниям, по документации. Эта документация, официально, когда перформанс снимался вот и до, тоже на эти перформансы не существует. Это, собственно говоря, перформанс Вита Аконча. Перформанс, во время которого художник сидел тоже под полом музея, занимался мастурбацией. Я озвучивал свои эротические фантазии по поводу всех тех людей, которые ходили наверху над ним, и которых он не видел. Это были 60-е годы, сексуальная революция. Вообще-то исследование сексуальности, свободы сексуальности, был очень важным элементом культуры 60-х годов. Поэтому это немножко по-другому воспринималось, чем в сегодняшнем контексте. Это перформанс Брюса Наумана, который вообще не существовал как перформанс и не делался как перформанс, а существовал как инструкция. Это концептуальное искусство. Инструкция гласит, прижмитесь к стене, вдавливайтесь в нее как можно сильнее, пока вы не почувствуете, как очертания вашего тела проступают с другой стороны стены, почувствуете каждый сантиметр своей кожи, каждый волосок на вашем тени, ну и так далее и тому подобное. То есть это некое исследование собственного тела. Фраза, как текст, это суперформанс состоит из текста. И кончается это, может быть, очень эротическим опытом. Что делает Марина, как выставляется эта работа в принципе в музее? Она выставляется как инструкция, висящая на стене, как лист бумаги. Марина Абрамович берется ее дело, делает ее очень зрелищно, потому что она берет не стены, она берет кусок стекла. Перформанс Бойса, как объяснить смысл нарисованного на картинах «Мертвому зайцу», который существует в случайной записи немецкого телеканала. Это не официальная запись перформанса. Перформанс, тоже существующая как фотография в австрийской художнице Валя Экспорт «Генитальная паника». Она в таком виде пришла на фестиваль порнофильмов, но в принципе это существует в основном как фотосессия. Цветная фотография перформанса «Генитальная паника». На белом пьедестале на деревянном стуле сидит Марина Абрамович. На ней черная кожаная куртка и черные штаны с квадратной дырой между ног. На художнице нет нижнего белья, поэтому на месте выреза виден небритый лобок. В руках она держит черный американский автомат, зажав палец на спусковом крючке. Абрамович напряженно смотрит на зрителя. Постановочная перформанс итальянки, работавшая во фразе Джинны Панны, во время которого она лежала на такой вот железной кровати, под которой горели свечи, соответственно, кровать эта накалялась, и тоже такая была художница, исследовавшая собственное тело, насколько она способна страдать, и через это страдание, и боль, и мученичество, обретавшее свою идентичность. Собственно, ремейк перформанса самой Марины Абрамовича Губы Томасовой, все та же история с «Красной звездой». И перформанс, которую она сделала специально для завершения этой серии, во время которой она просто стояла вот в такой вот платье или конструкции в виде живой скульптуры, повторяющей архитектуру Лугенхайма. В чем здесь вызов? В том, что каждый перформанс длился 8 часов. Все перформансы, которые были до этого, оригинальные, делились и меньше, естественно, кроме перформанса Вито-Окончика, который там, по-моему, день просидел. Перформанс, причем это в некоторых случаях было просто технической проблемой, потому что пролежать на этой перформансе Джины Пана, да, это было гораздо менее, она лежала 20 минут. А здесь надо растянуть на 8 часов. Что делать в 8 часов? И таким образом Марина Абрамович придумала реенаптмент. Цветная фотография и перформансы. В центре большого круглого зала музея на высоте около 6 метров стоит Марина Абрамович, раскинув руки в стороны. На ней надето синее платье, конусообразный подол которого спускается по всей высоте до пола. Под платьем скрыта конструкция, позволяющая художнице стоять на такой высоте. Стены зала образует непрерывный спиральный пандус. В зале и за перилами пандуса находятся десятки зрителей. Повтора чужого перформанса как один из вариантов сохранения жанра. Но при этом это достаточно странная практика. Что такое здесь реенаптмент? Это не реенаптмент, это то, что в музыке называется кавер-версия. Это когда одна очень известная исполнитель поет очень известную песню другого очень известного исполнителя. При этом эта песня меняет смысл, естественно, меняет звучание. Здесь ни один из этих перформансов не имеет никакого отношения к оригиналу. Начиная с того, что у Брюса Наумана это лист бумаги, это вообще текст. У Бойса это телезапись, от которой ничего не осталось. Он делал это не на публике, его можно было видеть только через стекло. То есть ни одно из условий изначальной перформансы не соблюдено. Но и смысл тоже абсолютно изменился. Все эти истории не про то, про что они были у Бойса, у Джины Паны, у Вита Кончи и так далее. Они про то, как Марина Абрамович сохраняет жанр перформанс. В ее исполнении они абсолютно изменяют свой смысл. И становятся, так же, как и ее перформансы, которые она переигрывает в своей автобиографии, они становятся частью ее биографии, частью некой совершенно другой истории. То есть такой вариант. И после этого возникает выставка в присутствии художника в Нью-Йорке, в МОМА, во время которой реенактмент становится элементом сохранения уже перформансов Марина Абрамовича. Они все существуют в исполнении волонтеров, в исполнении актеров, моделей, или как угодно можно этих людей называть. Сама Марина Абрамович делает перформанс в присутствии художника. Как вы знаете, он заключался в том, что она каждый день закрытия, это закрытие музея, в часы работы музея сидела в атриуме. И напротив нее мог сесть любой желающий и сколько угодно времени провести напротив нее, глядя ей в глаза. И эта выставка стала страшно популярной. Очередь желающих посидеть и посмотреть в глаза в глаза Марине Абрамовича формировалась с вечера или с утра. Очередь, которая сидит и ждет возможности посмотреть ей в глаза и посидеть напротив нее. Люди плакали. Третьим, кто пришел с ней посидеть, был Улай, с которым мне не говорили до этого 15 лет, как считается. И это единственный раз, когда она не могла двигаться, это единственный раз, когда она протянулась к ним, и они пожали друг другу руки. То есть все-таки мелодраматический сюжет тоже происходил, но при этом избивалась чистота эксперимента. Цветная фотография перформанса в присутствии художника. В кадре за квадратным столом на стульях боком к зрителю сидят друг напротив друга Марина Абрамович и Улай. Их руки сложены на коленях, спины выпрямлены, они смотрят друг другу в глаза. На художнице яркое длинное красное платье с воротом и длинными рукавами. На Улае черные пиджак и брюки, красный галстук и черные кеды. На заднем плане, около белой стены, стоят зрители. Важно же, что кто угодно, важно же, чтобы это не было сюжетом. То есть опять возникает вот эта самая пресловутая нарративность. Ну и там самые разные были в ряд, в том числе было огромное количество людей, которые решили на ее перформанс ответить своим перформансам. Он был такой замечательный иранский художник, который сделал акцию, цикл перформансов, который назывался «In other artists is present». Другой художник тут тоже присутствует. Вот, и у нее были там несколько заявлений. Причем во время одного из его появлений, что было очень приятно, Марина Абрамовича все-таки засмеялась. То есть он ее все-таки развеселил. А на третий раз его все-таки вывели охранники. И вот в фильме документальном присутствии художника очень хорошо видно, какая же там невероятная секьюрити. Что там стоят не музейные бабушки, а стоят такие очень крепкие дядечки со шнуром за ухом, которые, в принципе, могли бы охранить президента. И как они немедленно всех, кто пытается там сделать что-то, по их мнению, недопустимо, просто пикнут неуспевать, а как его удаляют. И вот эта ситуация тоже довольно странная. Потому что либо это перформанс, и тогда это приглашение к перформанс, либо всех видят. И как бы вот этот самый персонаж, когда его вывели наружу, он придумал гениальный ход. Он поставил перед входом свой столик и сел за него и был готов. И, в общем, конечно, стал звездой, благодаря Марине Абрамовичу. Две цветных фотографии с акциями иранского художника во время перформанса Абрамович. На первой фотографии с одной стороны стола в длинном синем платье сидит Марина Абрамович. Напротив нее с опущенной головой сидит мужчина, на котором надето длинное красное платье, точно такое же, в котором художница сидела на предыдущем фото. Она смотрит на мужчину. На другой фотографии Марина Абрамович сидит в том же синем платье. Напротив нее сидит тот же иранский художник в сером пиджаке, черной рубашке и шортах. Его руки подняты, согнуты в локтях, а ладони направлены на Абрамович. Кончики его пальцев окрашены в синий цвет, как при снятии отпечатков. Но там не все было так гладко. И было огромное количество волонтеров, таких же прекрасных юнош и девушек, как те, которые участвовали в гараже, которые повторяли те перформансы, которые не несли риска для жизни и для здоровья. Только что, что это все-таки было достаточно гуманно оговорено. И при этом было то, что вот эта картинка Марина Абрамовича, которая обзавелась некой толпой адептов, толпой последователей. То есть перформанс. И сейчас она занимает феномен этих людей, которые стоят в очереди, людей, которые плачут. Исследование перформансов в последнее время у Марины Абрамовича приняли немножко странный новый поворот. Они стали научными. Тоже она приезжала в Москву с лекцией про это, что она пытается исследовать с помощью ученых, исследующих мозговые процессы, понять, что же происходит в голове человека, когда он смотрит другому человеку в глаза. Правда, насколько я понимаю, никаких базовых исследований не было проведено. Интересно же выяснить, что чувствует человек, глядя в глаза Марине Абрамовичу, если он не знает, что это Марина Абрамовича, если он не знает, кто это. Что чувствует человек, если он его посадит напротив не Марина Абрамовича, а Лори Андерс, какой-нибудь не менее харизматичной звезды, если посадить напротив незнакомого человека. Все-таки немножко история про то, что Марина Абрамовича исследует то, что происходит в сознании людей, которые смотрят Марину Абрамовича. Она исследует себя как феномен. И это очень такая странная история, что человек, который делает... Это прекрасная картинка, это приглашение на лекцию Марина Абрамовича в Гарварде, где она будет вместе с архитектором рассказывать о том, как она строит перформанс-центр новый. Она строит свой исследовательский художественный центр, сохранение исследования искусства перформанса. И вот такая прекрасная картинка, представляющая, собственно, это приглашение ее, перформанс, и некая такую почти архитектуру будущего. Цветное изображение, созданное в графическом редакторе. Мы видим набросок лекционного зала будущего исследовательского центра Марина Абрамович. В высоту он достигает трех этажей, на которых расположены балконы и галереи для слушателей. Перед сценой полукругом расположены семь рядов кресел, вмещающих около трехсот человек. Кресла изображены схематично, они сложены из белых прямоугольников. Зрители сидят в черных брюках и белых медицинских халатах. На сцене находится Марина Абрамович на деревянной конструкции, напоминающей коня. На ней военная форма и пилотка. В ее руках белый флаг, она смотрит в зал. Справа от нее стоят пять молодых людей в такой же военной форме, как и на ней. Что такое, что с этим будет дальше, что вообще произойдет? По-прежнему ли это является жанром Теформанса? Или это является историей еще одной биографии, историей про уникальную женщину Марину Абрамович, которая создает собственную мифологию и некую собственную автобиографию? Вообще-то тот перелом, который произошел в искусстве, пусть из 70-х, 80-х. Искусство стало нарративным, искусство стало рассказывать истории. Вернулась, например, фигуративная живопись, вернулась фигуративная скульптура. Постмодернизм привнес эту потребность в нарративности, потребность в сюжете. И Марина Абрамович в своих перформансах, начиная с проекта биографии, возвращает нарративность, возвращает историю. И дальше из этой нарративности, что бы она ни делала, получается, как мне кажется, еще одна глава в этом повествовании. Даже когда она приглашает, как бы вот эта идея с реанактментом, идея абсолютно прекрасная. Снять всю эту историю, снять автобиографичность, вернуться к инсталляции людей, исследующих себя. Но при этом каждый раз окажется, что это еще одна глава в той же истории. Выйти за пределы этой истории невозможно. Также и, конечно, это некая история о бессмертии. Тоже любимое, как бы то, что Марина Абрамович очень часто говорит, что она хочет дожить, что она одержима идеей прожить как можно дольше лет. А у нее там мама умерла в 106 лет, бабушка умерла в 116. То есть у нее какие-то невероятные гены. И выглядит она прекрасно, как вы знаете. То есть у нее есть вот это, сохранить себя и сохранить... Одна история про то, как сохранить эфемерное искусство перформанса, как сделать выставку перформанса, как придумать этот институт. А другая история – это прожить до 150 лет. Они немножко противоречащие. Либо перформанс сохраняется, когда она исчезает, либо она является его единственным гарантом. Она должна дожить до 150 лет, чтобы это продолжалось. И такая же прекрасная история, как она придумывает себе сценарий похорон. То у перформера все должно быть искусством. Его брак, его развод, его личная жизнь. Его похороны тоже должны быть произведением искусства. Должен быть перформанс. И поэтому ее похороны должны проходить одновременно в трех городах. В Белграде... В трех городах ее биографии. В Белграде, Амстердаме и Нью-Йорке. Везде происходит одна и та же церемония. Три гроба. И никто не знает, какой настоящий. Это очень напоминает знаменитую историю про могилу наперточника, естественно. И есть подозрение, что это, в общем, как бы, что ни один не настоящий. Что если этот сценарий осуществится, это сценарий о том, как обмануть смерть. Все похороны – это реенаптмент. Нету ни одной настоящей акции. В общем, это такая история про бессмертие. История про перформанс. Человек, который всю свою биографию подвергал себя колоссальным рискам и несколько раз бы был на волоске от смерти, думает о том, как обмануть. В результате эта история про то, как обмануть смерть. Это один из способов рассказать эту историю Марине Абрамовичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова